Деревянный скелет вместо крыши, вода с потолка вместо душа. Бывшее общежитие РЖД на Новосибирске 58 сейчас как коробка без удобств. Стараниями собственника дом тонет при каждом дожде. В полуразобранном здании 11 семей. Людям некуда идти, они уверены под предлогом капитального ремонта. Владелец помещения выкуривает их из квартир. Оконная рама выставлена, у нас там гуляет ветер. Возмутительная история на Новосибирске началась лет 13 назад. Сначала в общежитии РЖД селили работников отрасли. Но корпорация захотела избавиться от старого дома и продала его вместе с жильцами. Люди буквально пошли по рукам. Им подсказали поменять собственника с юридического на физическое лицо. И таким образом начались наши мотарства. Дом не принадлежит муниципалитет. Муниципалитет вроде бы как и не несет ответственности за наши жизни. Нынешний владелец двухэтажки, некий предприимчивый Алексей Владимирович, отключал людям свет, перекрывал канализацию, срезал батареи. Жильцы обращались в прокуратуру и к депутату Елене Пензиной. Подачу коммунальных услуг восстановили через суд. Но в июне собственник вскрыл полы, вынес окна и ограничил доступ к душевой комнате. На весь дом сейчас один туалет. На мой взгляд, он просто их травит, пытается выжить из этого помещения, чтобы они потеряли право требования на жилье. Там ведь проживают не только работоспособные жители города Красноярска. Там есть несовершеннолетние дети. Там есть инвалид. Просьба к правоохранительным органам и запросы все я направила. Разобраться в истории покупки этого помещения. Внутрь вахтеры съемочную не пускают. Собственник запретил под предлогом аварийности. Мне нельзя, значит, нельзя. Собственник решил ремонтировать это все. Собственно, не хорщайтесь внимательно. Следователи уже занялись разобранным домом. Идет проверка. А жильцы хотят хотя бы увидеть своего мучителя в лицо. Он же вообще не появляется. Условия невыносимые. Жить даже так нельзя. Переезжать в маневренный фонд даже на время люди не хотят. Боятся, что собственник сразу же отдаст дом под снос и получит компенсацию. В администрации попросили жильцов собрать пакет документов и доказать, что они нуждаются в жилье. Но ничего конкретного не пообещали. В целом, к состоянию здания у жильцов претензий-то особо и не было. Говорят, кладка еще крепкая. Зимой не замерзали, да и сквозняков не было, пока не начался этот ремонт от собственника. Но плясать под дудку предпринимателя жильцы не намерены. Съезжать из своих квартир не будут вплоть до решения суда. А суд состоится 29 июля. Вот и посмотрим, что решат. Анастасия Цыганова, Сергей Пашаков. Новости Прима. Мы есть Красноярск.